Добрый вечер, это новости. Меня зовут Артем Липин и я коротко расскажу о главных событиях сегодня. В связи с дисквалификацией конкурентов в понедельник бронзовую медаль паралимбийских игр в Токио в соревнованиях по метанию диска получил представитель Латвии Айгарс Апинис. Индийский спортсмен Венот Кумар, изначально получивший бронзу, стартовал не в том медицинском классе в финале соревнований и его результат был аннулирован. Таким образом Апинис с броском 19 метров 54 сантиметра завоевал бронзу. Первое место у поляка Петра Косевича, второе у хорвата Велимира Шандора. Сборная Латвии в квалификации турнира зимних олимпийских игр одержала три победы в трех матчах над Италией, Венгрией и Францией. Таким образом Латвия прошла на Олимпиаду. В группе С соперниками Латвии станут Финляндия, Швеция и Словакия. В группе А выступят Канада, США, Германия и Китай, а в группе Б команда Олимпийского комитета России, Чехия, Швейцария и Дания. За сутки в Латвии зафиксирован 81 новый случай COVID-19. Уровень заболеваемости достиг 117,7 случая на 100 тысяч жителей за 14 дней. По информации Министерства финансов, до 2027 года в реконструкцию и реставрацию здания Сейма планируется вложить 34 миллиона евро. Из информации Минфина следует, что в 2022 году планируется разработать технический проект строительных работ и провести предпроектные изыскания. А строительные работы в здании Сейма планируется начать в 2023 году. По данным Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, на конец лета этого года в учебных заведениях Риги и Рижского региона было 495 вакансий учителей и технического персонала. Не хватает учителей в ряде начальных и средних школ, а также в дошкольных учреждениях страны. Кроме того, не хватает 140 технических работников, в том числе помощников учителя, делопроизводителей, дворников, уборщиц и гардеробщиц. Также ищут учителей специального обучения, учителей групп продленного дня, методистов, медсестер, социальных педагогов и логопедов. На побережье американского штата Луизиана обрушился ураган Ида, сформировавшийся в Атлантическом океане. Почти миллион человек оказались без электричества, в том числе и самый населенный город штата Новый Орлеан. Урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможностей. Скорость ветра превышает 240 км в час. Власти Луизианы заранее организовали масштабную эвакуацию из-за казавшихся под угрозой районов и выразили надежду, что плотины, существенно укрепленные после разрушительного урагана Катрина, в этот раз выдержат напор стихии. Из-за урагана уже погиб как минимум один человек. И о погоде в Латвии. Во вторник на территории Латвии будет облачно с прояснениями. Во второй половину дня пойдет дождь. Температура воздуха достигнет 15-19 градусов тепла. Спасибо за просмотр. Главные новости дня вам рассказал Артем Липин.